Особый противопожарный режим на территории Ивановской области действует уже почти месяц. Серьезных возгораний в лесах за это время не произошло. Но, скорее всего, здесь сотрудникам МЧС подыграла погода. Теперь, когда солнце светит и греет, Пожнадзор возобновляет патрулирование. Этот рейт направлен на выявление, разжигание костров жителями города Иваново, а также складирование различного мусора, горючих отходов. Особое внимание частному сектору. Небольшие территории патрулируют при помощи беспилотных летательных аппаратов. С высоты у инспекторов обзор на несколько километров вокруг. Причина большого пожара почти всегда маленький костерок. Заметив дым, инспекторы идут поговорить с хозяевами участка. Если есть нарушения, составляют административный материал. Если открытого огня нет и соблюдены все меры безопасности, визит инспектора заканчивается профилактической беседой. У нас особый противопожарный режим. В его условиях нельзя сжигать костры. Административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Ясно, ясно. Это по радиус слышал. Все правильно, все правильно. То есть ни в коем случае. Мусор лучше вывозить. Если сжигать, то только в бочке, чтобы открытого пламени не было. Мусор у меня в бане. Ну да, все правильно. Домовладельцы нередко полагают, что несмотря на ограничения, на своей территории могут делать все, что хотят. Это не так. Даже на своем участке, в своей собственности, запрещено разжигание костров и также проведение работ с использованием открытого пламени. То есть это является административным правонарушением. Статья 20.4, часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности. Беспилотники привлекают к патрулированию в пригороде. Следить за ситуацией по области в целом спасателям помогают пилоты военной и гражданской авиации. Есть договоренность. О малейшем задымлении сразу же сообщают в МЧС. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.